Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я расскажу вам о покупках спортивной одежды, купальников и немножечко капелечку нижнего белья на распродажах. Я в основном покупаю только на распродажах. Мне всегда жалко за конкретно одежду, тем более полную стоимость. Это для меня прям вот надо прям захотеть адски страшно и очень сильно, поэтому я покупаю все на распродажах. И скидки, как правило, это гораздо больше 50 процентов. Ну что ж, поехали! Давайте для начала, давайте начнем со спортивной одежды или с нижнего белья. Давайте с нижнего белья. Итак, расскажу вот о таком комплекте от Gucci. Одно время все прям фанатели, сходили с ума. Я тоже хотели приобрести. Здесь вот такой лифт в комплекте. Ну, что я могу сказать? Комплект тоже купила со скидкой. Купила скидка была в России на него. Не супер классно держит. Фотографию, не знаю, вряд ли приложу в интернете. Смотрите, пожалуйста. Ну, по моим личным отзывам. На грудь 4 размера они вообще почти ничего не держат, то есть грудь провисает. Резинка, в отличие от обычного бюстгальтера, значительно мягче. Держит тоже не очень-очень хорошо. То есть, вот эта фиксация не глобально спасает. Маломерит на размер точно. То есть, если у вас S, но большая грудь, берите размер M или L. Однако, в такой ситуации вам будут большими... Так, сейчас, секундочку. Тут мне лежал кот, сразу везде все в волосах. Большими будут трусы. М-ка на меня как раз. У меня фат бедер 96-98. Они мне в размере, размер M. Сидят достаточно высоко, но ужасно колючие. То есть, для меня вот этот целый день проходить не супер комфортно. Ну, что сказать про нижнее белье? Ну, да. Ну, поигралась, наигралась. Скорее всего, такого дорогого белья покупать больше не буду. Оно обошлось слишком дорого. Дороже, чем La Perla, либо Wolford. При том, что La Perla и Wolford садятся гораздо комфортнее, если правильно подобрать размер. Из белья покупок было не супер много. Точнее, было достаточно. Ну, показывать я буду только самое интересное. Вот такие вот труселя. Это здесь стринги. Скимс. Очень известное белье, которое производит Ким Кардашьян. Утягивающее. Вот это вот на размер M. Размер SM. Подходит на обхват бедер 96-98. Классно утягивает талию. Плюс, я сперва думала, как оно будет не скатываться. Здесь есть силиконовая проклейка. То есть, чуть выше талии, как бы уже изгиб прошел. И здесь у нас шире. Держится очень хорошо. Действительно, классно утягивает. И сглаживает линию бедра между талией и бедром. Очень классное. Советую брать в размер. Меньше 100% не стоит брать. Иначе вопьется здесь вот с краю все. Здесь довольно большой загиб. Кстати, качество, как вы видите, не самое обалденное. С Волфорд, допустим, рядом не стояло. Но и цена рядом не стояла. Но утягивает круто. Это мое первое утягивающее белье. Потестим. И приобрела еще такие были бежевые трусики. И два корсета. Тоже очень интересно было попробовать. Также с Кимус. Также все в волосах. Потому что у меня тут лежал кот. Вот застежка. На мои параметры, получается, обхватали у меня порядка 76. Я рекомендую брать вот эти вот корсеты размер S. Очень-очень сильно тянутся. Но, вы знаете, очень интересно. Вот сейчас я покажу разницу. Нигде не смогла такого найти. Так, беж это M. Черный это S. И очень удивительно большая, я считаю, разница между ними. То есть, вот смотрите, здесь я складываю один в один. И вот такая огромная разница. Я считаю, что это слишком много. Вот мне бы как раз между ними размер был бы идеально. Но S меня утягивает в талии на 5 сантиметров. То есть, это очень круто. При том, что здесь все ложится прямо ровненько, идеальненько. Нигде ничего здесь не топоршится у нас. Очень-очень хорошо. Но если вы рассчитываете надеть на такой корсет сверху тонкое платье. То есть, допустим, вот я показывала в предыдущем видео платье Balmain. И примерять пробовала именно вот с этим корсетом. Так вот эту линию посередине, ее видно. То есть, у вас видно, что у вас как шов. Вот раньше дешевые старые колготки были, тоже такой шов. И прям видно. То есть, я не скажу, что возможно действительно с этим утягивающим бельем, надеть что-то. Если вы оденете свободное в течение вечера, допустим, либо не переесть, без проблем. Итак, я считаю, что вот корсеты конкретно большимерят на размер. Показывать не буду, скорее всего, в примерку. Но мое мнение я рассказала. Материал супер эластичный. Косточки мягкие. В обратную сторону, вот я косточку гну. Не прогибаются. То есть, очень хорошо с краен, очень хорошо садится. Ну вот, нюансы я вам рассказала. Так, купальнички. Купальников было, к сожалению, мало. Хотела больше, но по распродаже не досталось. Долго думала. Жалела денег. Брать, не брать. Итак, вот такой бордовый купальник. Вообще ничего не понятно. Я, скорее всего, сниму видео про купальники к лету, ближе к лету. Примерю все купальники. Вы увидите, как садятся. Расскажу, опять же, все про размеры. Конкретно этот агент-провокатор. Так, проверяю, да. Агент-провокатор. На французский манер. Ажи-провокатор. В размере 3. Быстросохнущий материал. Ну, я, конечно... Так, тут у меня опять паргинка. Сомневаюсь, что он прям будет супер быстро сохнуть. Например, в бретельках, которые и не супер хорошо тянутся. И модель конкретно вот эта вызвала у меня сомнения. Модель, если сейчас найду. К сожалению, подпишу. Отрезала этикетку. Не супер как садиться. Понятно, почему она везде на распродаже. То есть, конкретно плохо садится по бретелям. Они просятся почему-то свалиться. Хотя одновременно и туго, и сваливаются. Ну, на мой рост третий размер очень хорошо. Я 170, иногда 172. Кто как померил, видимо. Ну, неплохие купальники. В общем, у меня есть агент-провокатор. Я предпочитаю агент-провокатор. Очень классные купальники в целом. И еще один купальник. Даже этикеточку тоже не убрала. Это фенди. Из такой интересной ткани. Словно мокрая ткань. Очень круто смотрится. Это двусторонние купальники. То есть, этикеточку вы отпарываете. И купальник превращается. Здесь еще одна этикетка. Это какая-то лимитированная, вроде бы, коллекция была. Могу ошибаться. Так, на себя я приобрела 42. Размер достаточно плотный. Это итальянский 42. Довольно сложно попасть при моем росте вот в эти бретели конкретно. То есть, как бы глубоко я там не подняла по возможности сзади. Здесь довольно сложно проскочить голове. То есть, заправить одну бретельку с этой стороны и одну с этой. Очень-очень глубокое декольте. Такое декольте красиво смотрится только на большой плотной груди. Если грудь маленькая, тут плюс. Нет, ощущение, что здесь такой от мышц, от пресса, как бы, жирочек у кого-то. Не супер круто. Обязательно, опять же, в видео про купальники примерю. И давайте посмотрим на вторую сторону. То есть, этикетки отпарываются. Они не встрочены. Они отпорются. И будет простой коричневый, либо шоколадный купальничек. И с серебристой отделкой. Смотрится очень-очень эффектно. Всегда норовится скачать вот в этой области. Прям вот очень хочется скачать. Но я придерживаю. Во время примерки посмотрим, как ходить в этом будет сам. Ну, неплохо. Но я, наверное, на эту сторону вряд ли носить буду. Потому что даже сами брители здесь пришиты не очень круто. Хотя позиционируют как двойной. Вот, видите, да. Не всегда хочется сидеть вот таким пришитым. Купальник от Fendi у меня один есть. Он классный. Сохнет быстро. Очень комфортно. Тот гораздо комфортнее сидит. Если интересно, в одном каком-то видео есть этот купальник. Ну что ж. Огромная-огромная покупка спорта. Все собираются на спорт. Я тоже. К весне. Немножечко поменялся размер у меня спортивной одежды. Все, что в обтяг, чуть-чуть стало по попе и по груди побольше. Маленечко. И давайте начнем с поросячьего розового цвета. Итак, давайте начнем с леггинсов. Это вот такие леггинсы. Бренд Allo Yoga. Обязательно, обязательно приложу фотографию, чтобы вы могли оценить цвет. Опять же, распаковка, рассказ был в инстаграм. Очень классные, очень интересные. Швы не сдавливают, то есть не мешают абсолютно ноге вот в этом месте расширяться. Здесь очень все качественно сделано. Allo Yoga в этом плане супер молодцы. Вниз не сползают. На меня приобретен размер, проверю себя, M. Да, M. Ну, очень классные леггинсы. Прям цвет очень крутой. Ну, допустим, какие-то конкретно позы сложные, в них выполнить будут не очень комфортно, за счет того, что эластичность в ширину, опять же, все-таки из-за швов, да, она ограничена. Но, если вы начинающий йог, либо какие-то занимаетесь, то нет. Они будут вполне комфортны. С высокой талией, примерка, опять же, где-то есть. Ну, классные, очень приятный материал. Конечно, будут пачка циацки, я представляю. К ним я купила маечку. Она была так дешево, дешевле, чем доставка. У нее была сумасшедшая скидка. Это тоже Allo Yoga. Размер M. Очень свободная, очень прикольная, классная. Материал невероятно мягкий, невероятно приятный, кайфовый вообще. Ну, что здесь скажешь, топик и топик. Носить на что-то плюсом. Конечно, без всего, без белья спортивного, это нереально. Еще одни такие же, но черные леггинсы. Они уже были приобретены, я себя проверю. А, нет, эти тоже в размере M. Очень высокая талия, я в них хочу на велике кататься. Я прямо представляю такая рокер на велике. Ну, почти на моцике, но на велике. Смотрятся вот эти вставки как кожа вживую. Прям очень круто, но тянутся они супер. Так, подождите, супер. А, супер-то тянется вот эта ткань, а вот эта не тянется. Интересно. Сетка вполне комфортная, надеюсь, вот тянется. Здесь швы не тянутся, в икрах получается. Задумайтесь, в икрах не тянется. И здесь достаточно эластичность, супер-высокой талии. Тоже материал очень комфортный. Давайте посмотрим состав. 87 нейлон, 13 спандекс. Вполне себе комфортно. Ниже написано 86 полиэстер, 14 спандекс. Это то, что, видимо, к телу ластовицы, я так думаю. Да, тут есть ластовица. Ну, я ношу с бельем спортивную одежду всегда. Очень классные. Надеюсь, вы в примерке сейчас их увидите. Они прям очень-очень крутые. Давайте закончим по таким же леггинсам. Тогда уж и раз начали. И еще одни зеленые. Да, жадность Феррая разгубила. Вот такие зеленые я купила. Очень хотела именно зеленые. Цвета хаки, защитного цвета. Прям очень сильно. Они уже в размере L. Потому что они были только в L на распродаже. Я рискнула. И давайте сравним сразу с M. То есть мой размер по таблице конкретно M. Итак, насколько же он отличается от размера M и L. Итак, давайте начнем по верху. Талия. Талия мне свободна, Ольки. Действительно. То есть комфортнее, когда сидит. Вот такая разница. Между L зеленый, M черный. Небольшая разница. Но, допустим, в ощущениях, когда наклоняетесь, спинка уже топоршится. Так, по бедрам. Нижнюю зону бедер беру. С одной стороны прикладываю плотно, со второй свободно. Итак, разница по бедрам. Даже еще чуть больше, как вы видите, с этой стороны. То есть где-то 4 см в бедре. Действительно, в этих занимаются какие-то глубокие позы. Делать гораздо комфортнее. Бывают глубокие позы. Наверное. И в ногах. Выбираю ту же зону. Соединяю швы. И в ногах. В ногах вот такая разница. 1 см плюс еще сзади 2 см. То есть, смотрите, выводы делайте самостоятельно. Зеленые тоже очень классные. Все то же самое. Глубоко рассказывать не буду про них. Все стало глубоко и интересно. В общем, очень прикольные. Очень интересные. К ним я купила маечку. Кофточку. Которая не одета совершенно. Непонятно, что это такое. Вот одета. Смотрится потрясающе. Материал безумно-безумно мягкий. Очень клевый. Это размер L. Личку взяла, потому что не было M. Однако, проверяю себя. L. Размер L. Здесь есть. Я фотографии прикладываю. Слегка свободная. Но, опять же, для занятий спортом, для вытяжения очень круто. Очень комфортная ткань. Очень приятная к телу. Садится безумно круто. У нее укороченная талия. Соответственно, с высокими леггинсами, с высокой талией гораздо круче смотрится. И не удержалась. Купила к этому всему делу вот такие зеленые трикулечки. Кто-то знает еще слово трико. В общем, вот такие с эластичной резинкой. В размере M. Брала в размер. Считаю, что они большимерят. Их можно было смело на меня взять S. Я обязательно примерю. Здесь есть еще карманы. Ало-йога-лога. И зауженные снизу с манжетами. Безумно в них влюбилась. Выглядит как тончайший трикотаж. Но здесь он не такой тонкий. И очень-очень приятный к телу. Хочется сразу в самолете в таких полетать. Либо на велике покататься. Или еще что-то. Очень крутые. То есть в цвет это все прям в цвет. Ну что ж, от Ало-йога-лога совсем маленько. Узнала этот бренд для себя. И просто влюбилась в него. Итак, леггинсы. Их обязательно буду примерять. Так это вообще ничего не понятно. Они с жаткой снизу. Размер также M. Да, мне повезло. Они были в M. Очень интересное соединение двух материалов. Двух тканей. Идентичного более или менее цвета. Напоминает наши колготки в детстве. Кто-то ходил еще, может быть, в таких застал. Приятные на ощупь. Значительно приятнее колготок в детстве. И здесь такая же резинка. При том, что внутри более эластичная. Ткань более кайфовая. Очень также высокая талия. Примерочку вы сейчас увидите. Очень-очень приятные. Ну и к ним, конечно, комплектом топик. Топик взяла в размере L. И очень интересный нюанс. Здесь чашечки встроены. Не написано. Это было нигде, что здесь чашки. Чашечки очень-очень плоские. Они прямо на меня никак. Такая специфичная спинка. И в L мне вот здесь широк под грудью. Прямо очень-очень. То есть я буду ушивать здесь. А вот в груди мало. То есть получается на 96-94-96 грудь. А под грудью 75. Размер L не туда и не сюда. То есть и здесь не подошел, и там не подошел. Больше такие формовые топы у Алло Йога брать не буду. Не попало. Не моя посадка совершенно. Хотя качество безупречное. Здесь подклад. Все на подкладе. Швы мягчаешь и сделаны вовнутрь. Идеально. И совсем маленечко. Это двое леггинсов. Почти одинаковых. От Fendi. Тоже для спорта, для ходьбы. Катание на велике. Сперва я купила черный. Я хотела черный. Я прям влюбилась. Размер на мои параметры 42. Но садится очень плотно. Материал прям еле-еле тягучий. Прям надо напрячься, чтобы растянуть. Не супер эластичный. Не супер такой классный. Вот почему-то в эту сторону он тянется лучше, чем в ширину. Вот прям очень плотно. Напоминает, я не знаю, для дайвинга. Ткань вот прям очень плотная. Здесь также есть карман. Традиционно, как у многих хороших леггинсов. У Алло-Йога здесь карманов нет. Но в йоге это не считается необходимым. Этикетка приклеена. Fendi. И лого в длину ноги тоже приклеена. Что вызывает, знаете, сомнения, не отвалится ли оно. Когда натягиваешь, видно, что это все потрескивается слегка. Ну, то есть сомнения немножко возникают. Ну, что ж, по эластичности сравнений с Алло-Йога вообще не стояло. То есть я скорее буду использовать для катания на велике. Для каких-то других физнагрузок побегать когда-то. Но уж точно не для йоги. Не удержалась из-за цвета точно такие же голубые. Голубые я купила прям сильно-сильно дешево. Фотографию приложу, чтобы было видно. Потому как они смотрятся. Они мне обошлись, по-моему, тысяч семь. Да, я супер-профессионал по скидкам. Я прям супер-мупер-профессионал. На Matches Fashion была безумная распродажа. Они были с огромной скидкой. На них еще применился промокод 20%. И в результате обошлись они мне недорого. Нет. А я еще заплатила полторы тысячи за доставку. Очень было грустно. Прям сильно. Тоже все приклеено. Все закреплено. Этикетка также приклеена. И пришивные этикеточки. Неплохие. На примерке, обязательно их сейчас увидите. С легендсами, со сникерсами. Либо без сникерсов. Не знаю. Сникеры, без сникеры. Ну, прикольные, классные, интересные. Рекомендовать нет, не рекомендую. Тем более, если кто приобретает по полной цене, ну, это с ума сойти. Качество намного хуже, чем малое йога в этом плане. Не знаю. Не уверена, что стоит. Ну, что ж. Это все мои покупки. Из спортивной одежды. И почти все из белья. Из такого, что стоит показывать. Да. Здесь все. Надеюсь, вам понравилось видео. Примерка, которая не вошла в видео, будет в конце обязательно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok